После такого флэшбэка к творчеству, к будущему, к искусству, к интернету, ко всему, что с нами происходит, важно сказать вещь, которую я вижу определенным трендом сейчас, и я надеюсь, что я буду одним из тех людей, которые будут этот тренд взращивать, популяризировать, усиливать, называйте как хотите. Это история про правильную коммуникацию между аудиторией и создателем. Казалось бы, все очень очевидно, но я в последние годы вижу повальное количество крутых работ, выполненных очень сильно с технической точки зрения. Крутой дизайн, крутая иллюстрация, крутая работа. Нет смысла описывать, почему она крутая. Хорошая техника, свежий взгляд, построение композиции, работа с цветами, что угодно. Но идеи нет. Это большая проблема многих творцов. Если нет идеи, о чем говорит ваша работа, о том, что вы умеете хорошо быть ремесленником, об этом должны подумать. Люди должны увидеть ваш логотип и сказать, а, закажу-ка я себе такой же логотип. Это ремесло. Если вы думаете, что люди увидят вашу иллюстрацию и должны подумать, блин, а моему барбершопу нужна такая же иллюстрация, точно это ремесло. Потому что человек вас изначально ставит в позицию рабочих рук для исполнения его мечты и его цели. При правильной коммуникации вы меняете посыл ваших работ. К вам приходят не за тем, чтобы вашими руками сделать что-то, что просто нужно для исполнения проекта. Они хотят поработать лично с вами. С вашим опытом, с вашим видением, с вашей наивностью, с вашим креативом, с вашей яркостью, с вашей депрессией, с вашей оригинальностью, с вашей чем угодно. Они ищут вас, ваш взгляд, вашу руку, ваше мнение. И вы там раскрываетесь, вы экспериментируете, вы создаете что-то такое, что говорит именно о вас, как о Творце. Вы берете на себя ответственность, что ваше мнение ценно, что оно может быть, что оно может отличаться. Но тем самым вы строите свою личную карьеру и выстраиваете определенную коммуникацию с будущими заказчиками. Они приходят к вам не за рабочими руками, они приходят за вами, и они готовы вас слушать, вместо того, чтобы вами помыкать, управлять, манипулировать. Поэтому каждый год, когда я говорю лекции, я говорю это разными словами, об одном и том же. И так мало людей из вас подняли руки. Я надеюсь, не по этой причине. Коммуникация очень важна. Когда я делал презентацию, я попытался включить в нее как раз все те инструменты коммуникации, которые использую я в своих работах. Это определенная верстка текста, подход к графическим образом, желание экспериментировать с чем угодно. У меня нет цели быть понятым в течение первых пяти минут, пяти секунд и быть человеком, которого можно в плане творчества описать двумя словами. Мне гораздо интереснее общаться с людьми, которые пришли думать, которые пришли за чем-то более глубоким, чем вдохновение для фоточки в Инстаграм, которое потом через месяц уйдет все из ленты, ее никто не вспомнит. Я хочу говорить о новых ценностях, о новых каких-то проектах. Я хочу говорить о культуре, а не о том, что в ремесле появился новый мастер. Приходите ко мне работать и делать одинаковые проекты.